Сосульки от слова СОС. Сигнал бедствия жителей дома 10 по улице Самойлова подают в свои управляющие компании уже не первую неделю. Изящные ледяные убийцы свисают по всему периметру многоэтажки. И над подъездами, и над тротуаром с торца, и над входом в продуктовый. Я боюсь, очень боюсь. И люблю сосульки. И тем более такие острые. А вокруг там пройти-то негде. У нас здесь только вот. Вот. Чего еще? Ну вот на нашем доме управляющей компанией сбили сосульки там, где люди ходят. Только над балконами. А вот здесь с обеих сторон. И с той стороны дома тоже есть. Жители 10-го дома в ледяной блокаде с 20-х чисел января. В жилищно-сервисную службу обращались неоднократно. Оставляли заявки. Каждый выход из дома сродни подвигу последние дни. Солнечные сосульки начали подтаивать и совсем уже не внушают доверия. Можно единственный тротуар здесь, который сейчас не только завален снегом, единственная узкая тропка, а над головой у тебя смертельно висящие сосульки. Надо иметь определенное мужество каждый день с коляской, ходить туда и обратно в магазин, в детский садик, еще куда-то. Это очень страшно. В управляющей компании нам пояснили, в среду до конца рабочего дня сосульки будут сбиты. Причем сделать это собирались и без вмешательства телевидения. Ситуация известна, подрядчик уже в курсе сегодня. Рабочие они пока не закончат, поэтому сосульки сегодня будут сброшены с Самойлова 10. Работа ведется постоянно и ведут всех тех предыдущих погодных условий, большого количества осадков снега. То есть работа сейчас ведется по всему фонду. В управляющей компании также нам сказали, работы по сбросу сосулек и снега с крыш ведутся поэтапно по всему жилому фонду. Но если есть заявка от жителей, то подрядчик выходит на объект вне графика. Правда, реальной картине эти слова противоречат. Жители обращались, сосульки уже не один день угрожают жизни и здоровью людей. А управляющая компания, мягко говоря, не разбежалась. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иванова.